Сложная хореография, яркие эмоциональные выступления. В Наринмаре прошел пятый фестиваль уличных танцев «Разморозка». Кто продемонстрировал свои таланты и какая атмосфера царила на баттлах, расскажем в следующем сюжете. Жаркие танцы на сцене. Творческий коллектив «Элит Китс» выкладывает максимум своих навыков, наработанных на репетициях. Для них это первая «Разморозка», что очень волнительно. Очень волнительно было. Что вы спитывали вообще? Ну, радовались. Волнение, конечно, было. Скажите, как готовились вообще? Долго, долго. Упорно старались. Все движения, чтобы были четкие, красивые. Чтобы все было синхронно. Чтобы все улыбались. За настроение, очень волновался. Фестиваль «Разморозка» – это место, где можно показать свои чувства и эмоции через движение. Уже в пятый раз представители современных танцевальных направлений зажигали на сцене. Продемонстрировать свои таланты мог любой желающий. Как в командных, так и в одиночных баттлах не было никаких ограничений. Пытала много эмоций, еще и упала немножечко. Поэтому, не знаю даже. А в целом, это прошло нормально? Нет, конечно, не удовлетворились. Хотела больше, мощнее по энергетике, но уже пока репетировали немножко, весь азарт прошел. Для лучшего результата нужны годы тренировок. Репетиции – это не только создание номера, но и отработка каждого движения до идеала. За плечами танцоров множество выходов на сцену. Сейчас артисты уже стали постоянными конкурсантами фестиваля. И каждый раз они придумывают что-то новое. Мы придумывали сами, мы делили номер на части. Часть хореографии готовила Карина, часть – я. И потом мы уже состыковывали вместе. Ну и какие-то начала, конец, какие-то моменты мы уже вместе придумывали, чтобы соединить. Буря эмоций. Кто-то уже выступил, а кто-то еще только готовится к выходу на сцену. Мы? Нет, не волнуемся. Первый раз принимаете участие? Нет. А вчера какие мы сейчас занимали? Первые. А сейчас как долго готовились? Конечно, первые. Готовились достаточно усердно. После коллективных выступлений состоялся батл, где выбирали лучших танцоров в разных возрастных категориях. Оценивали выступления северных артистов руководитель коллектива «Морошки» Надежда Хира и профессиональный хореограф и педагог, организатор крупнейших чемпионатов хип-хоп Мария Будалак. Пандемия внесла свои коррективы в проведение мероприятий, но фестиваль продолжает жить. Появляются новые лица, которые по-настоящему любят и живут музыкой. В этом году участников немножко поменьше, но при этом ребята участвуют смело и себя заявляют. Так что участники есть, шоу будет. Также в рамках фестиваля прошли мастер-классы по уличным направлениям танцев. Но сама разморозка началась с доброй ноты. Среди артистов и зрителей прошла акция «Хвостики», где каждый желающий мог перевести любую сумму пожертвования на лечение нашему земляку Мстиславу Никонову. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».